Ни одного урока практически я не смотрела, потому что нет времени. Что ты получил, пройдя обучение в акселераторе? Не изобретайте велосипед, все уже для вас изобретено. Если вам не понравится, мы возвращаем деньги. Друзья, привет! Наконец-то наша любимая рубрика, где мы встречаемся с настоящими экспертами, которые достигли великолепных результатов, высоких в области онлайн-образования. И у нас в гостях сегодня в этой светлой, жизнерадостной студии Екатерина Ежова. Можно поаплодировать ей, я сделаю с удовольствием. Вы перед своими экранами ноутбуков тоже это сделаете, потому что рассказ будет действительно увлекательный, интересный и невероятно крутой. Привет! Можно на «ты»? Да, конечно. Привет! Расскажи, пожалуйста, про свою школу «Все». Выкладывай под часы. Да. В общем, ты занимаешься тем, что образовываешь людей в сфере сервиса ресторанного бизнеса. Правильно сформулирую, да? Я пока молодец. Ресторанного сервиса, да, совершенно верно. Тем более. Да-да-да. Вот. Как ты к этому пришла? Откуда растут ноги, которые тебя привели по этой дорожке? Ага. Ну, откуда растут ноги? Ноги растут, на самом деле, с детства, как не смешно, да, потому что я из города Ульяновска, у меня мама-ресторатор, у меня несколько ресторанов в городе, и я, собственно, всю жизнь выросла практически в ресторане. Я видела, как он создается, как создается блюдо, я видела, как обучаются официанты. То есть вот эта атмосфера гостеприимства, радушия и сервиса, и высокой кухни, ну, как, относительно высокая, какая может быть в регионе, это у меня с детства, конечно, и я это сильно люблю. Собственно, как возникла идея создать школу, да? Я переехала в Москву, поступила в ВУЗ, отучилась в Высшей школе экономики, и потом, как и все, наверное, студенты Вышки, подумала, что все, сейчас все двери для меня открыты. Попрет. Попрет, так попрет, вот. А получилось так, что я поняла для себя, что я не хочу работать в ресторанной индустрии, знаете, как будто, ну, вот, вроде как это семейный бизнес, а мне хотелось что-то свое. И я попробовала себя в маркетинге, еще где-то, то есть я очень много где работала, получала опыт, но судьба все-таки свела меня с гастрономией, с ресторанными проектами, собственно, и вот в апреле этого года я просто сопоставила две очевидные такие проблемы. Первая проблема в том, что действительно негде обучить, и вторая, что люди сейчас на самом деле очень-очень любят мобильность, очень любят удобство, да, и вот когда, например, твой менеджер или управляющий уезжает на учебу, кто вместо него будет работать? Например, на неделю даже, кто вместо него будет работать? И, собственно, пришла мысль связать это с онлайном, при том, что я достаточно давно наблюдала за Дмитрием Юрченко, когда окончила Сколково, я так, ну, скользко о нем узнала, и дальше за ним наблюдала, наблюдала, и потом выяснилось, что он делает проект в онлайн-сфере. Я наблюдала, и потом как-то у меня, знаете, просто вот одно с другим связалось, то есть ресторанный бизнес, и просто пришла идея, а почему бы не сделать что-то онлайн? И хоп, ресторанный бизнес, онлайн. То есть, я правильно понимаю, то есть сегмент B2B? Да, совершенно верно. Это больше B2B, потому что ни один официант, ну, конечно, кто-то, наверное, да, но навряд ли, да, купит для себя обучение, и это только, наверное, нужно быть очень осознанным человеком и видеть себя дальше в этой профессии. Очень часто, конечно, собственники ресторанов оплачивают обучение для своих официантов, для своих менеджеров. Вообще, благодаря чему я узнала про акселератора, это, конечно, Дмитрий Юрченко. Как, ну, он очень хорошо сейчас развивает личный бренд, поэтому это работа, да, то есть мне импонируют его проекты, поэтому, конечно, я, ну, я доверилась. Это первое. Второе, ну, конечно, это лидеры рынка, и можно посмотреть кейсы. Я помню, я замучила просто менеджера по продажам этими кейсами. Расскажите мне, как там, что, вот. И, ну, наверное, вот сейчас я понимаю, что в акселераторе, наверное, самое ценное – это сообщество. На данном этапе я это понимаю. Стоит ли обучение в акселераторе тех денег, которые вы заплатили? Вы знаете, вот это хороший вопрос. Я долго даже думала о нем, а стоит ли вообще это своих денег. Я скажу так, я могу говорить только про себя, про других я, понятное дело, не могу сказать. Для меня – да. Для меня это, безусловно, так, потому что моя жизнь кардинально изменилась. Я из сотрудника, из сотрудника, из работника по найму, я стала предпринимателем. За эти полгода существования онлайн-школы, да, сколько человек прошло обучение? 40 выпускников у нас сейчас, у нас сейчас два курса. Курс для менеджеров ресторана, ну, для администраторов ресторана – это примерно одна и та же должность. И курс для управляющих, либо для директоров ресторана – тоже примерно одна и та же должность. Везде просто называется по-разному. В курсе для менеджеров у нас сейчас вот только-только закончился, так, четвертый поток, четвертый поток студентов. Курс для управляющих у нас вот, опять-таки, только закончился, второй поток студентов. Есть конкуренты именно в образовании, в онлайн? В оффлайне достаточно много школ, проектов образовательных. Да, вы знаете, да, но не прямых конкурентов, на мой взгляд. Потому что то, что дает акселератор – это действительно очень большое конкурентное преимущество. То есть, если бы не акселератора, я бы, например, не знала, что очень важно сообщество. Я бы, например, не знала, что очень важны домашние задания в уроках, очень важны дедлайны, наставник. Что, например, у нас есть такая штука, если же менеджер проходит у нас обучение, и, собственно, его обучение оплатил владелец ресторана. Ну, как бы, кто заказывает музыку, тот и смотрит, какой же результат. Так вот, у всех менеджеров у нас есть входное профессиональное тестирование, есть итоговое профессиональное тестирование. То есть, мы смотрим динамику обучения, мы смотрим, мы их тестируем на сильные и слабые стороны, на мотивирующие факторы и так далее. В общем, по окончании обучения собственнику ресторана мы целое резюме отправляем по его менеджеру. Да, что вот он прошел обучение, вот эти домашние работы он выполнил хорошо, вот эти не очень, да, то есть, и плюс у собственников есть возможность в режиме реального времени отслеживать все выполнения домашек. И у нас наставник прям каждой домашке дает комментарий к каждому абзацу, домашке дает комментарий. То есть, у нас очень такой прям индивидуальный подход к каждому ученику, и результат обучения, безусловно, видит собственник ресторана, человек, который это оплачивает. И если же это менеджер, то, соответственно, мы ему это резюме направляем. Ну, безусловно, перед тем, как сделать школу, я связалась с рестораторами, которых знала, и узнала, вообще, надо им это, нет. Вообще, они, ну, вообще, как-то, они верят в онлайн. И я получила однозначно ответ, что да, это очень нужно, это действительно то, что сейчас не хватает. 17 мая я встретилась первый раз с экспертом, 18 июня, через месяц, у нас уже был запущен первый поток, все, уже ученики учились. Вопрос, как так быстро найти эксперта? Хороший вопрос. Безусловно, во-первых, по рекомендации. То есть, опять в сфере ресторанов и бизнеса знакомые связи, они подсказали, да? Да, 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 да. Мои знакомые, они сказали, что вот есть такая Галина Анохина, что она первоклассный специалист, действительно, она профессионал высокого уровня, и что, возможно, ей будет интересно. 3 июня был вебинар, 18 июня у нас был поток 15 человек. Как вы привлекали вот эти 15 человек? То есть, ну, где их брали? Куда рекланировали? Ну, безусловно, это, ну, вебинар, да, понятное дело, это таргет, все просто. Сколько стоил один человек? Я думаю, что, ну, сейчас не помню тех показателей, потому что это было давно конкретно, но, а знаешь, дорого, ну, то есть тогда, типа, там, ну, больше 100, 200, как-то, ну, в общем, прям много-много. Говорю, плохой таргетолог. Вот. И, соответственно, ну, как, естественно, это вебинар, мы привели вебинар, плюс мне позвонило несколько знакомых рестораторов, которые сказали, ой, мы видели вебинар, блин, так круто, мы хотим отправить учеников. И у нас было ровно 2 недели, чтобы записать курс. То есть у нас был вебинар 3 июня, а мы анонсировали, что 18 июня, через 15 дней у нас стартует курс. И мы за 15 дней мы записали этот курс на коленки абсолютно, то есть, ну, прям вообще запустили. Он длился 4 недели, то есть у нас были, каждые 2 дня у нас были домашние задания, ну, новый урок, домашние задания каждые 2 дня. И, конечно, мы получили колоссальный опыт, ну, то есть это вообще прям вообще колоссальный. И потом поняли, что, конечно, мы погорячились, и надо бы перезаписать, потому что реально было как бы на коленке. Нет некого скепсиса у людей по поводу того, что это онлайн образование, это что-то такое эфемерное. Вот, можно прийти в школу, потрогать, пощупать преподавателя, вдохнуть, там, не знаю, если там шеф-повар что-то готовит, рассказывает, увидеть, фидбэк моментальный какой-то. Так, а здесь каким-то мистицизмом, то есть, попахивает, веет, да, онлайн-школа. Инфобизнес. Я не знаю, да, инфобизнес, это могут мне лить воду, могут говорить все, что угодно, и ничего я этому человеку не сделаю через монитор, я на него никак не повлияю. Бывают ли такие моменты? Ну, конечно, бывают, да сплошь и ряд. Как вы работаете с этим возражением? Ну, во-первых, безусловно, мы даем гарантию. Мы говорим о том, что все люди разные, и что, возможно, именно вам вы входите там в 1% или там в 5% людей, с его вообще населения, которым не подходит онлайн. И именно поэтому вы можете посмотреть первую неделю обучения бесплатно, то есть вы можете пройти первую неделю бесплатно, там несколько уроков, и если вам не понравится, мы возвращаем деньги, без проблем. Ну, то есть, правда, фу-тфу-тфу, такое очень разное было, слава богу, но, тем не менее, да, это первое, как мы работаем с этим возражением. Дальше, ну, смотрите, безусловно, это очень консервативная ниша, да, то есть даже я бы сравнила где-то с медициной, да, которая максимально консервативна, на мой взгляд, то ресторан и бизнес, он тоже очень консервативен. Есть несколько крупных игроков, у которых есть авторитет, у которых есть опыт, у которых уже есть доверие, да, и, безусловно, сейчас наша главная задача на 2019 год – это расширить наши позиции на рынке, да, их укрепить, сделать так, чтобы о нас узнало как можно больше людей, потому что, возможно, просто еще люди не знают о том, что мы есть, о том, что мы делаем столько всего и то, что у нас действительно хорошие результаты, хорошие отзывы от нашего обучения, да, после нашего обучения. Возвращаясь к разговору об экспертах, да, как замотивировать грамотно эксперта, потому что, если ты говоришь о самых знаменитых шеф-поварах России, да, то у них, ну, я думаю, их экспертность стоит неплохих денег, и здесь нужно понимать, чтобы и ты был в выгоде, да, там, в доходе, и как бы их не обидеть. Как вот вести правильные переговоры? Шеф-повара или любого другого эксперта можно мотивировать, во-первых, тем, что, естественно, когда будет создан онлайн-курс, да, ну, начнем с того, что надо начать с вебинара, естественно, да, то есть я, допустим, со своими экспертами, это говорит о том, что мы проведем пробный вебинар тестовый, посмотрим, да, бизнес через одно место, мы знаем все это, да, вот эту вот схему, мы попробуем, насколько зайдет, да, собственно, так и было. И тут нет никаких рисков, то есть эксперт не вкладывается, я инвестирую, я финансирую, да, вебинар, и, соответственно, если же у нас все получается, то мы заключаем договор и делаем курс, да, то есть это первое. Во-вторых, если вы только начинаете и вы хотите действительно себе заполучить классного эксперта, на мой взгляд, как бы я сделала, да, я бы сказала о том, что, во-первых, у вас есть технология, у вас есть технология, как это делается. В частности, например, акселератор, да, который прям пошагово разъясняет, как нужно двигаться, да, и вы точно можете предположить хотя бы, ну, да, предварительно, с какой скоростью вы будете двигаться, да, когда будет вебинар, да, если все будет хорошо, то когда запишем курс. То есть и у эксперта создается ощущение, и которое потом на деле подтверждается, что вы действительно профессионал в этом, вы знаете, как делать бизнес в онлайне, и оно, это так и есть, и, конечно, главный, наверное, аргумент в том, что ему не нужно будет тратить кучу времени, да, для того, чтобы свои знания и свой контент рассказывать миллион и миллионам людей по всей России, он может это один раз записать, и его узнают очень много людей, и, соответственно, у него после этого просто будет пассивный доход. Кто откажется от пассивного такого дохода, ну, это на самом деле зависит еще от эксперта, некоторые эксперты действительно, они один раз запишутся и пропадают, и все, и это вообще упрощает. То есть это совершенно пассивный доход, который освобождает, там, колоссальное время предпринимателю? Освобождает время, безусловно, но я не скажу, что я стала меньше работать. Но почему? Потому что к этому же, ну, это золотая мечта предпринимателей, да, освободить время от своего бизнеса, который будет ему приносить деньги. Есть American Dream, а это Russian Dream. Да, Russian Dream, да, с таким произношением. Ну, смотрите, вопрос про свободу, он, безусловно, да, конечно, ты становишься свободнее. Когда ты был наездным сотрудником, тебе нужно было к 9 или, там, 10, к 11, как начальство скажет, да, часам утра ехать в офис, работать, в 6 вечера выходить оттуда. То есть, ну, все у тебя распланировано, ты не можешь приехать позже, потому что раньше приехать. Вот, и уйти с работы позже, ты тоже не можешь. И решить, что сегодня не работаешь, ты тоже не можешь, да. Конечно, здесь ситуация в корне другая. То есть я сама решаю, сколько часов в день я работаю. И работаю ли я вообще сегодня. То есть за меня это никто не решит. Но тут второй включается момент, когда это твой проект, ты к нему относишься в 100 раз ответственнее, чем к тому, в котором ты работал по найму, и у тебя ответственность перед самим собой. Мотивация и ответственность перед самим собой, она гораздо выше, чем перед кем-то еще. Нас, например, смотрят эксперты какие-то, да, которые хотят сделать онлайн-школу, но они вот совершенно не понимают в бизнесе ничего. Им лучше что, найти продюсера или как им действует вопрос? Учиться идти в акселераторах там научат этому? Или как? Да, безусловно. Ну, главная задача акселератора и, на мой взгляд, главная его миссия и то, о чем они говорят, действительно акселератор ускоряет. Без акселератора вы будете в три раза дольше и потратите не факт, что меньше денег, чем если бы потратили на обучение. Так вы просто в этом проб и ошибок, да. Тут вам дают технологию и, безусловно, вас ведут. И если говорить про экспертов, да, которые хотят сделать свою онлайн-школу, ну, честно скажу, я продюсер. И я понимаю, что реально тяжело, тяжело самому это вот. Вот я сейчас занимаюсь тем, что упаковываю все это, да. И если бы я еще занималась контентом, ну, то есть мне кажется, что это супертяжело. И то же самое экспертам, да. Если вы знаете, что там, не знаю, вы являетесь экспертом, там, вы офигенно играете на гитаре и учите всех играть на гитаре. Ну, зачем вам внедряться и углубляться в лендинги, в таргетинги, в ретаргетинги, в лидогенерации, во все это, да. У вас должно быть какое-то, ну, хотя бы плюс-минус, да, понимание. Но очень важно подобрать правильного продюсера. Очень важно, чтобы между вами была связь. Вот это вот, наверное, главное, что я поняла, что нужно выбирать человека, ну, как будто бы ты себе мужа, там, жену выбираешь. Это твой партнер. Что ты получил, пройдя обучение в акселераторе? Ну, во-первых, я получила понимание, как вообще действовать в онлайне, как продюсировать себя, либо своего эксперта. То есть это вроде кажется, что, ну, что там сложного, боже мой, ну, провел вебинар, ну, записал курс. Но акселератор дает такие мелочи рассказывает, такие вплоть до того, там, как технически какие-то вопросы делать, да. Вплоть до того, там, структура вебинара дается, да. И, наверное, один из важных инсайтов был в том, что для того, чтобы ваша онлайн-школа была успешной, не нужно думать, в первую очередь, про деньги. Думайте про пользу. Вот для меня это реально был инсайд, потому что очень многие люди идут в акселератор, потому что думают, ну, я сейчас научусь, буду зарабатывать миллионы миллиардов и жить на Бали, да, то есть и все. А кто-то думает вообще о том, что нужно действительно дать полезный контент. И только тогда, когда у тебя будет классный контент, и у тебя будут хорошие отзывы, и люди будут к тебе возвращаться, именно тогда у тебя и будут хорошие деньги. Второе. Ну, да, о том, что не нужно вбухивать деньги, да, и снимать курс. Ты можешь сначала проверить, вообще это работает, либо не работает, да, на вебинаре. Еще инсайд. Программический менеджмент. Очень классный инсайд о том, что чем больше ты отдаешь, и чем больше ты готов делиться с людьми, и тем больше ты готов людям помогать, тем гармоничнее ты будешь, и тем больше вселенная будет тебе давать. Но люди, как правило, все-таки привыкли учиться на своих ошибках, да, они могут сколько угодно смотреть на результаты успеха. Ощутимее. Да, это ощущение, когда ты обжигаешься в сковороду, такой, так, все, к костру, да, к этой горячей скороде я больше не подойду. Здесь, наверное, такая же система в бизнесе работает, да, очень сложно, ну, видеть ошибки людей. Ну, скорее, праздное любопытство. Да, ошибки людей. То есть, ты думаешь, там, вот, его там подбило, а меня нет, я вот в рубашке родился. Да, 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 да. Поэтому, ну, я могу сказать точно, что акселератор очень поменял в моей жизни, и я очень благодарна ребятам, что они сделали такой классный проект. И акселератор – это очень хорошая ролевая модель, как нам, резидентам, выстраивать свои школы. Очень много, например, вот есть в акселераторе, условно, вы берете у меня интервью, я резидент акселератора, я рассказываю свою историю. Классно, классно. Почему я не могу брать интервью у своих резидентов? Могу, могу. Сто процентов. Классно. Дальше. Акселератор устраивает воркшопы. Офлайн, да. Уже много выпускников, сообщества и так далее. Мы тоже можем это делать. Мы тоже можем делать это офлайн. Да, и вот такие вот какие-то вещи. То есть, не нужно изобретать велосипед, ребят, не изобретайте велосипед. Все уже для вас изобретено. Безусловно, в каждой нише есть своя специфика, и вы подстраиваете под аудиторию. Но механика, она одна, и это очень классно, что ребята создали такой проект и дают возможность людям развиваться. А если вот, я сейчас немножечко, опять-таки, вернусь к обучению официантов, какой-то зацеп, чтобы вот тот человек, который у вас прошел обучение, ему оплатил от обучения его непосредственно руководитель, никуда не убежал после этого. Это на договорной основе как-то делается. Выдаются какие-то там скрипты, поэтому там какие-то рекомендации. Ну да, модифицировать человека не уйти потом, да, когда он повысил коллекцию. Потому что это люди боятся, да? Текучка. Есть какие-то вот механизмы, которые удерживают? Да, мы вот сегодня только, опять-таки, утром встречались с экспертом, с Амарией Югой, и мы обсуждали, что в курсе для официантов мы однозначно введем такую практику, что, то есть, когда собственник ресторана покупает у нас обучение для своих официантов, во-первых, там нельзя быть, по-моему, одного официанта, мы решили, что нельзя будет, надо будет минимум три либо четыре, потому что, ну, нет смысла. Мы смотрим, как они работают друг с другом, да, то есть мы их тестируем на психотипы, на мотивирующие факторы, на место и роль в команде, и мы говорим о том, как они друг с другом. Да, работают, вообще стоит их в одну смену ставить или нет, и так далее, да, чтобы была максимальная производительность. И, безусловно, мы как раз вот сегодня обсуждали, что, скорее всего, мы будем, мы разработаем что-то типа типового договора между ресторатором и, например, официантом, по которому, условно, если это стажер, официант, стажер, то, условно, он сам себе, например, оплачивает 100% обучения, но в течение ближайших, там, трех месяцев он отучился, да, у нас будет курс на две недели, скорее всего, для официантов. И, например, после обучения он должен будет как минимум три месяца проработать, да, и дальше уже, например, там, ресторатор после трех месяцев работы ему начнет возмещать, например, да, за обучение. Если это уже достаточно такой взрослый официант уже с опытом, который в этом ресторане работает на полгода, то, например, он оплачивает половину, а половину оплачивает работодателя, и точно так же какой-то договор составляет. То есть вот это очень важно. Есть прямая корреляция между тем, если вот у нас, например, на практике был, несколько было менеджеров, которые оплатили обучение себе сами, и именно они дошли до конца. Нет ценностей, получается. Нет ценностей, нет мотивации, нет ценностей, да, то есть, а для нас, например, очень важно, чтобы наше обучение, оно было полезно и было результативно. И вот буквально вчера мы приняли решение, что всем тем студентам, которые у нас не закончили обучение, и как бы их немного, но они есть, да, мы дадим возможность в ближайшие три месяца бесплатно еще раз его пройти, этот курс, либо дозакончить, да, то есть они могут еще раз все домашки сделать, либо могут их просто доделать, и у них будет такая возможность бесплатно. Это наш будет и подарок на Новый год. За онлайн-образованием будущее? Однозначно, однозначно. На Западе так это вообще уже не будущее, а настоящее. Люди, люди хотят быстрый результат. Скажи, пожалуйста, вот уроки акселератора, да, ты проходишь, смотришь их досконально, потому что у нас есть, мы уже по-настоящему, да, есть примеры, когда люди говорят, я не досматриваю, у меня там нет времени, да, я там что-то важное для себя просто забираю. Человек весь в бизнесе просто. Да, как у тебя с этим? Как у меня с этим? Ну, я, получается, в апрель начала смотреть, с первого апреля, и до середины мая я смотрела уроки, потом, как раз у меня, последний урок, который я посмотрела, это переговоры с экспертом, и в середине мая я встретилась с экспертом, все полученные знания в уроке я применила на практике, я была подготовлена благодаря уроку, и с тех пор ни одного урока практически я не смотрела, потому что, объясню, потому что нет времени, это нормально, то, что вам говорят, это так и есть, потому что ты настолько погружен в проект, то есть, либо ты изучаешь теорию, и знаете, как я когда была в Алуште, вот мы сидели за столом, значит, с ребятами, и я спрашиваю, кто с таких потоков? Я с 11-го потока, а вы с какого? А мы с 8-го, я говорю, о, круто, у вас уже сколько, там, 3 месяца, а что за школа? Ну, мы еще думаем, мы еще не знаем, что запускать, у нас несколько вариантов, я говорю, ребят, вы с 8-го потока, я с 11-го, у меня уже школа почти запущена, ну, типа, понятно, что у всех свой ритм, естественно, у всех свой ритм, и я ни в коем случае не говорю о том, что быстрее, 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 но просто я к тому, что можно долго смотреть уроки, можно их очень тщательно смотреть, можно пересматривать, проматывать, можно там вообще всю библиотеку изучить, и там доп. уроки, а можно делать. Акселератор помогает решать проблемы, с которыми сталкиваются, там, предприниматели на фундаменте основания онлайн-школы. Много ли было таких проблем, например, у тебя? Проблем нет. Я бы не сказала, что какие-то были проблемы, были просто вопросы, которые нужно было решить, то есть не было такого, что, о, боже мой, что делать, какой кошмар. Ты точно знаешь, что делать, просто понимаешь, что у тебя времени вот столько, а вот столько, одна ночь. Но не все проблемы можно предугадать. Бывают такие проблемы, о которых, ну, господи, ну никто не говорит, что с этим делать, ну вообще никто не говорит. И ты просто методом проб и ошибок, и поэтому очень важно сообщество. Еще раз повторюсь, это очень важно. Делимся опытом? Конечно, делимся опытом. Я, допустим, говорю, вот у меня такая ситуация, ребят, вот, ну, как бы, у кого еще была похожая? Нет, 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 ни у кого, ни у кого. И только через три месяца в группе, в акселераторе, под моим постом, комментарий, у меня, у меня было, давай пообщаемся. И вот в этом кайф. У меня следующий вопрос был, предложение, точнее, дай тебе, чтобы ты нашим зрителям сейчас, да, сказала, почему именно им нужно идти? Ну ты уже ответила на это, да. Почему им нужно идти учиться в аксель? В аксель, да. Я говорю про свой опыт. Если бы мне предложили сесть в машину времени и назад в март вернуться, 2018 года, да, там, на полгода назад, даже чуть больше, и предложили бы что-то исправить, я бы не меняла ничего. Потому что я точно знаю, что акселератор, он дает не только знания, и надо просто решить, ты хочешь продолжать жить в том же темпе, в размеренном, да, в стабильности, которая у тебя есть сейчас, или ты хочешь поменять свою жизнь и менять ее с лидерами. Когда у вас есть пошаговые уроки, и что Дмитрий, что Сергей, они не только о своих взлетах говорят, они очень важны, что они говорят о своих падениях. И это мотивирует в большей степени, когда у тебя долг несколько миллионов рублей. Вам не обязательно сейчас вот все бросать и в обут с головой окунаться. То есть вы можете наблюдать, вы можете посмотреть их вебинар, их онлайн-мастер-класс, да, вы можете подумать, вы можете где-то там поискать, погуглить, но в любом случае, если вы надумаете идти в акселератор, то, на мой взгляд, это будет одно из самых верных решений, потому что, ну, ваша жизнь изменится. Моя изменилась. В общем, и добавить-то нечего, да, после этого. Резюмировать не надо созерцать, надо действовать. Да, совершенно верно. Все, тебе прям огромное спасибо. Это было крутое интервью. Увидимся в следующих выпусках.